Языки Канады – уникальная совокупность значительного количества языков коренного населения, языков иммигрантов и возникающих в Канаде диалектов и гибридных языков с 1960-х гг. Законодательством, социальной политикой и специальной терминологией в Канаде подчеркивается ее мультикультурализм и растет число языков, поддерживаемых государством местными администрациями и частной инициативой. По данным на 2006 год английский и французский языки являлись домашними соответственно для 67,1% и 21,5% населения. Английский и французский языки признаны в Конституции Канады в качестве официальных. Это означает, что все законы на федеральном уровне обязаны приниматься как на английском, так и на французском языке, и что услуги федеральных органов должны быть доступны на обоих языках. Пятью наиболее распространенными языками, не имеющими официального статуса, являются китайский, пенджабий, испанский, итальянский и украинский. На языках коренного населения, многие из которых уникальны для Канады, в настоящее время говорит менее 1% населения, и их использование в большинстве случаев сокращается. Под китайским языком в Канаде традиционно подразумевается кантонский диалект, фактически самостоятельный язык, носителями которого является большинство мигрантов китайского происхождения. В связи с тем, что кантонские и другие диалекты не имеют своей письменной нормы, в объявлениях и вывесках в китайских кварталах используется китайская литературная норма ГАЮ и в записи традиционными иероглифами. Однако в быту в китайских общинах чаще всего используются кантонские и другие южнокитайские диалекты. В Канаде выпущено немало учебников по кантонскому диалекту, который в канадской лингвистике рассматривается как отдельный язык. Знание языков на личном уровне, домашние языки, ниже приведено 20 наиболее распространенных в Канаде языков. Чуть более 98% канадцев говорят дома на одном языке и около 2% на двух и более языках. Английский 20 584 775, французский 6 608 125, китайский 790 035, пинджаби 278 500, испанский 209 955, итальянский 170 330, украинский 148 905. Арабский 144 745, немецкий 128 350, тагальский 119 345, вьетнамский 111 440, португальский 103 875, урду 102 805, польский 101 575, корейский 101 500, персидский 97 220, русский 93 805, тамильский 92 685. Греческий 55 100, гуджиарати 50 2715, румынский 51 60, географическое распространение. Таблица показана распространение домашних языков в каждой провинции и территории английский язык. В 2006 году чуть менее 20,6 миллиона канадцев говорили дома по-английски. Английский преобладает во всех провинциях за исключением Квебека, где его предпочитает только 10,5% населения. Квебеке проживает только 3,6% англоязычного населения Канады, большинство в Монреале – французский язык. По данным на 2006 год чуть более 6,6 миллиона канадцев говорило дома на французском языке, из них 91,2% проживало в Квебеке. За пределами Квебека самые большие франкоязычные сообщества находятся в Нью-Брансуике, Антаре и Южной Манитобе. В некоторых провинциях существуют небольшие исконно-франкоязычные сообщества. В частности, на полуострове Пора-Порна-Нью-Фаундленде такая община сохранилась со времен французского контроля над полуостровом. Кроме потомков квебекцев и лица катского происхождения, много говорящих по-французски людей в 1960-х годах эмигрировало в Квебек из Франции, Бельгии, Марокко, Ливана, Швейцарии и Гаити. В результате этой волны эмиграции, а также ассимиляции нефранкоязычных эмигрантов, франкоязычные Квебека имеют различное этническое происхождение. Из франкоязычных премьер-министров в Квебеке пятеро имели британское происхождение – Джон Джонс Рос, Эдмунд Джеймс Флинн, Даниэл Джонсон Старший, Пьер Марк Джонсон и Даниэл Джонсон Младший. Ассимиляция франкоязычных за пределами Квебеку привела к тому, что более миллиона канадцев, декларирующих в качестве родного языка английский, имеет французское происхождение – двуязычие. Согласно данным на 2001 год только 2% жителей Канады не знало хотя бы одного из двух официальных языков страны, однако только 17-5% канадцев были англо-французскими билингвами. Знание доминирующего в данной местности официального языка практически повсеместно во всех частях Канады, однако знание второго языка встречается довольно редко за пределами Квебека. Почти 99% канадцев знает английский, но только 10% – французский. Квебеки ситуация обратная – около 95%. Квебекцев говорит по-французски, но только 40% знает английский на достаточном уровне. Таким образом, большинство двуязычных канадцев проживает в Квебеке, хотя большинство населения провинции одноязычно уникальные. Для Канады языки – языки коренного населения Канады – аборигенные языки Канады. Согласно переписи 2006 года, более 250 тысяч канадцев знал один из 25 наиболее распространенных аборигенных языков, а около половины из них декларировало его ежедневное использование. Наиболее распространенными были Кри и Нуктитут, Аджибва и Нуичепивян. Из вымерших языков наиболее значительную роль в прошлом играли биатукский, гуронский и лаврентийский языки. Ныне малочисленный изолированный язык Хайда ранее занимал большую территорию вдоль побережья Аляски, Британской Колумбии и северных штатов США. Источник – Statistics Canada, 2006 – Census Profile of Federal Electoral Districts, Language, Mobility and Migration and Immigration and Citizenship, 2007 – ЭП, 2, 6, 10 – Канадские диалекты европейских языков, диалект канадских метисов, диалект канадских метисов, ответвление канадского французского языка, бытующие в среде потомков первых французских поселенцев торговцев Пушнина и их аборигенных супруг. Он включает элементы кри, в меньшей степени аджи и бвэйсиу. В отличие от банджи, на диалект канадских метисов не оказало воздействия грамматика индийских языков. Распространен в первую очередь в Манитобе и в прилегающих канадских территориях, а также в США, в Северной Дакоте и других штатах. В первую очередь, в индийских резервациях. Диалект украинцев Канады В Канаде существует вариант украинского языка, который некоторые лингвисты рассматривают как отдельный, существующий только в Канаде диалект. Он был принесен первыми двумя волнами восточнославянской эмиграции из Галлиса и Буковины в Австро-Венгрии и более столетия развивался в. Относительно изоляции, в настоящее время распространен на западе Канады. Диалект духоборов Канады Общины духоборов сохранили собственный диалект русского языка. Он имеет много общего с южно-русскими говорами и отдельные общие черты с украинским языком. В то время как в Закавказье и России духоборы разбиты на небольшие общины, и их диалекты практически утрачены в связи с распространением образования на литературном русском языке. В Канаде предпринимаются усилия по сохранению этого диалекта. Несмотря на то, что в районах компактного проживания духоборов один из языков по выбору в школе, также литературный, или в местной терминологии, московский, русский язык, канадский, гальский, многие эмигранты, селившиеся в приморских провинциях Канады и Ньюфаундленде, говорили на ирландском и шотландском языках. Ньюфаундленд является единственным местом за пределами Европы, в котором образовался диалект ирландского языка, а также единственным лежащим за пределами Европы географическим объектом, получившим собственное ирландское название – Таламанаиск. Однако в настоящее время ирландский язык здесь мало распространен. На шотландском языке говорили преимущественно в долине реки Растегуш в Нью-Брансуике, в центре и юго-востоке острова Принца Эдуарда, а также по всей северной части Новой Шотландии, в особенности на острове Кейп-Бретон. В настоящее время в Новой Шотландии предпринимаются попытки создания программ погружения в язык, а также существуют курсы шотландского языка и культуры в Университете Франциско-Ксаверии и Гельском колледже. Во время Доминиона на обсуждение парламента выносился закон о придании шотландскому языку статуса третьего официального языка Канады. Однако он не был принят. На западе Канады шотландский язык смешался с Кри, образовав язык банджи, пиджины, смешанные и торговые языки. В Канаде, как и в других местах европейской колонизации, передний край европейского исследования и заселения был, как правило, лингвистически разнородным и нестабильным местом, в котором встречались и взаимодействовали различные языки и культуры. Необходимость единого средства общения коренного населения с приезжими в целях торговли и смешанных браков привела к появлению гибридных языков. Они были, как правило, ограничены небольшой территорией и имели незначительное число носителей, которые обычно знали еще один язык. Эти языки часто существовали и недолго исчезали после прибытия большего числа говоривших по-английски или по-французски постоянных поселенцев. Среди гибридных языков выделываются мичев и менее подробно описанный язык банджи, смешанные языки, развившиеся в среде канадских митисов и ассимилирующихся индейцев и комбинирующие грамматику европейских и коренных языков Канады. Мичев-мичев был основан на элементах кри-аджибва, сию и французского языка, то есть из тех же элементов, что и диалект французского языка канадских митисов. Но с проникновением грамматики и лексики кри в область построения фраз с переходным глаголом и страдательных конструкций. Сегодня на Мичеве говорит менее тысячи человек, проживающих в Соскачивании, Манитобе и Северной Дакоте. В пик популярности число носителей было, вероятно, раза в три больше. Банджи-банджили-банги был смесью кри и шотландского и был распространен в районе Рет-Рива в провинции Манитоба. В 1989 году, когда была предпринята единственная попытка научного исследования языка, жило только шесть человек, знавших банджи. Ченукский жаргон. В начале XIX века в Британской Колумбии, Юканьи и по всему северо-западному побережью Тихого океана появился пиджин, получивший название Ченукский жаргон. Он был смесью языков индийских языков Ченук, Нутка и Чехолис с французским и английским, а также имел некоторое количество слов с других языков, включая гавайский и испанский. Некоторые слова и выражения до сих пор используются местным населением. Баскский пиджин. В XVI веке в результате контакта между баскскими китобоями и местными аборигенами на берегах залива СВ, Лаврентии и пролива Белла или развился баскский пиджин. Двуязычие на федеральном уровне. Английский и французский языки имеют равный статус в федеральных судах, парламенте и во всех федеральных учреждениях. Жители Канады имеют право там, где существует обоснованная необходимость получать обслуживание от федерального правительства как по-английски, так и по-французски. Иммигранты, обращающиеся за канадским гражданством, как правило, должны знать либо английский, либо французский язык. Принципы канадского двуязычия защищены статьями от 16 до 23 принятые в 1982 году. Канадской хартии прав и свобод, содержащими следующие гарантии. Английский и французский языки являются официальными языками. Канады имеют одинаковый статус и равные права и привилегии в том, что касается их использования в парламентских и правительственных органах Канады. Каждый имеет право употреблять английский или французский язык во время дебатов и в деятельности парламента. Каждый имеет право употреблять английский или французский язык во всех делах, представляемых на рассмотрение в суды, учрежденные парламентом, и употреблять эти языки во всех стадиях процесса, которые в этих судах имеют место. Каждый человек, живущий в Канаде, имеет право употреблять английский или французский язык для передачи сообщений в местонахождение или центральные органы парламента или правительства Канады, а также получать сообщения от этих органов. Граждане Канады, которые получили свое начальное образование в Канаде на английском или французском языке и которые проживают в провинции, где язык, на котором они получили это образование, является языком англоязычного или франкоязычного меньшинства провинции, имеет право обучать своих детей на начальном и среднем уровне на этом языке. Канадский закон об официальных языках, впервые принятый в 1969 году и обновленный в 1988, предоставляет английскому и французскому языкам равный статус во всех федеральных учреждениях. Официальная политика на уровне провинции и территорий Официально только французский до 1977 года Квебек был единственной официально двуязычной провинцией Канады, и большинство государственных учреждений там функционировало на обоих языках. Английский язык использовался в законодательных органах, правительственных комиссиях и судах. Однако после принятия в 1977 году Национальной ассамблеи Квебека Хартии французского языка французский стал единственным официальным языком правительства Квебека. В то же время Хартия французского языка предоставляет определенные права носителям английского языка и языков коренного населения. Большинство услуг государственных органов доступно как на французском, так и на английском. В регионе Нонавик в Северном Квебеке на местном уровне доступно обслуживание на иноктитуте и Кри, фактически только английский. В большинстве провинций существуют законы, делающие английский официальным языком законодательных и судебных органов власти. Некоторые провинции проводят собственную языковую политику в области образования и делопроизводства. В Альберте дебаты в законодательном собрании могут проходить на английском и французском языках, однако законы пишутся только на английском и не переводятся на французский язык. Французский может использоваться в некоторых судах первой инстанции, но делопроизводства осуществляется практически полностью на английском языке. Таким образом Альберта де-факто является англоязычной провинцией. Антария и Манитоба находятся в похожей ситуации, но разрешают больше услуг на французском на местном уровне. В Антарии закон об обслуживании на французском языке гарантирует франкоязычному населению обслуживание на родном языке на уровне провинции. В Альберте закон о школах Альберта защищает право франкоязычных получать среднее образование на французском языке. В Манитобе гарантируется обслуживание на французском языке, а также предоставляются различные виды образования для франкоязычных. Несколько официальных языков только одна провинция является официально двуязычной. Официальный двуязычный статус провинции был закреплен в 1980 году в канадской хартии прав и свобод. Все три территории Канады провозгласили официальными несколько языков. Северо-западные территории Английский, Французский, Кри-Инуэн-Ноктун, Инук-Титут, Инук-Тун, Северный Слеви, Южный Слеви, Дагри-Почепивиан, Нунавуд, Английский, Французский, Инук-Титут, Инуэн-Ноктун, Юкон, Английский, Французский. Несмотря на официальную двуязычность Нью-Брансуэка, равенства языков фактически не достигается. В остальных приведенных случаях признание зачастую сводится к формальному признанию языка официальным, однако обслуживание на всех языках, кроме английского ограничено. Например, жители северо-западных территорий имеют право использовать любой из 11 официальных языков в территориальных судах, а также в дебаттах и законодательстве. Однако силы имеют только английская и французская версии закона. Правительство издает законы и другие документы на других официальных языках только по запросу со стороны законодательной власти. Обслуживание на всех официальных языках ограничивается теми учреждениями и ситуациями, где существует необходимость использования данного языка. На практике это означает, что обслуживание на английском доступно повсеместно, в то время как обслуживание на других языках гарантировано только в судах.